Сразу. График работы. Вы же меня встретили, графика работы нет. Где? Мы хотим, когда совещание будет, график работы. Покажите. Приглашаем 1 ноября на открытие спортивного комплекса ПОК. Хорошо. Услышал. 1 ноября. Ну, выходите на штатной режим работы. Еженедельно его должно быть здесь. Мэр, вы здесь собираетесь. Какие вопросы? Кислородия 4 степи. Также контракты на слаботочную систему закручены и на установку противопожарной сигнализации. Аппарат из 3 миллионов и пускового комплекса. Плюс, как говорится, нам надо выделили деньги на осващение. ИВЛ. Рентген цифровой. Он уже разыгрался в ноябре поставка. Аппарат ИВЛ в действующем персонале в работе. Палата у нас вот с этой стороны. Палата, да? Да, палата. Ну, можно зайти. А здесь у вас туалетная комната? А здесь туалетная для охранения монетаря. То есть все по санитарному. Вы знаете, когда мы встречаемся с жителями, и обязательства в своей области выполняют с точки зрения финансирования. И в том числе областных, муниципальных структур, в том числе муниципальное образование. Но сегодня я не удовлетворен ходом работ по строительству Комсомольского проспекта. Понимая, что сложный проект, понимая, что многие проектные решения требуют дополнительного изучения. Но некоторые вопросы нужно прогнозировать. Прогнозировать не в летний период. Их нужно делать в зимний, когда у нас есть такая возможность. В летний должно работать как часы. Поэтому решение сегодня приняли, что все ответственные лица, которые в том или ином формате отвечают за реализацию этого проекта, находятся здесь. Мы попросили районного прокурора, чтобы все точки, которые сегодня формируют, как напряженность, как неисполнение обязательств, как не ввод в эксплуатацию дорожного объекта, они должны быть урегулированы. Все с графиками. И я предупредил и руководство города о том, что если будет подписано дополнительное соглашение, то все финансирование ложится на бюджет города. Дальше проехали мы ФОК. У меня тоже неудовлетворенность кодом строительных работ. Потому что, по моему мнению, графики я не увидел. И это уже первое, что я понимаю, что это не планово. По идее, всегда должен быть график. Любой, кто приходит, смотрит, сегодня какой день, какие виды работ сделали. Этого нет. То есть, все идет хаотично. Поэтому я тоже неудовлетворенно сказал, что на день строителя он должен закрыть полностью контур. Тогда мы понимаем, что где-то, как он сказал сегодня, до 1 ноября может что-то произойти. Контур не закроет, все. Дальше он не успевает. Дальше это будет долгострой. Опять предупредил город о том, что все доп. соглашения, которые он подпишет, это будет за счет финансового бюджета города Уссули-Сибирского. Мы заехали в городскую больницу детскую. Завтра будет работать здесь большая группа правительства Иркутской области. Мы еще раз посмотрим в рамках трехлетнего бюджета, что нужно профинансировать. Я сегодня услышал от главного врача, что вопросы с кадрами не испытываем, что вопросы с оборудованием все у нас есть, закуплено, приобретено. Поэтому я бы хотел, чтобы быстрее этот объект вышел на реализацию, и жители, по крайней мере, пользовались его в полном объеме. И мы заехали на переселение из аварийного жилья, строительство жилых домов. Мы будем искать сейчас варианты дальнейшего продолжения. Услышал, что получаем разрешение на строительство второй секции. И так дальше, как мы планировали, это комплексное развитие территории, КРТ-зона. Там вот эти все домовладения, которые находятся в реестре аварийных, и мы должны их полностью построить, переселить жителей.